Слава Богу! И огонь пошел под крышу. В доме был только дым, и мы не могли понять, откуда он. Сын, увидев с улицы огонь, сильно закричал. Я дрожащими руками, путаясь в цифрах на телефоне, вызвала пожарную бригаду. Она приехала очень быстро и занялась своим делом. Не прошло и часа, когда я увидела перед собой служителя церкви и своего зятя, за что сердечно благодарна им. А потом люди шли и шли. Я от всей души благодарю мою дорогую церковь, которая очень сильно поддержала меня тогда. В тот момент я была без мужа и без дома. При мне были только плачущие дети, сидящие в доме у соседки. Я снова и снова благодарю неравнодушных братьев и сестер, и особенно Бога, пославшего в тот день удивительный мир моему сердцу. Неверующая соседка была тому ошеломляющий свидетель. Она смотрела на меня и удивлялась вслух моему спокойствию и разумности речей с представителями власти, которые шли в дом соседки целый день. За все только слава Богу! Наших братьев и сестер пришло столько много, что они в этот же день убрали всю обгоревшую крышу и один этаж. Пришли даже те, которые оставили нашу церковь. За них я особенно благодарю Бога. И так каждый день после того приходили в наш дом много тружеников. Всех, кто приходил, я замечала, отмечала и восхищалась вами через видео, которые присылались ко мне каждый день. Сама я не могла быть в своем доме из-за болезни. Муж тоже не мог участвовать в уборке по причине его нахождения на работе очень далеко от города. Позже он будет вместе с детьми и с Божьей помощью строить новый красивый дом. Три недели, пока его не было, наши друзья и наши дети, которым учителя продлили каникулы по причине пожара, сделали столько работы. Нет слов, как выразить благодарность тем людям, которые были рядом. В комнате, загоревшейся первой, были ценные бумаги. И вот один наш родственник выбежал в комнату во время пожара и вытащил ящик с комода с ценными бумагами. Благодарим его сердечно. И вообще было много вещей спасено, а от многих просто нас избавили. Благодарим братьев, которые сторожили наш открытый дом. Благодарим семьи, где жили наши дети, пока администрация дала нам временное жилье. Благодарим сестер, которые варили и кормили наших детей, когда те жили одни, это старшие мальчики. Огромное спасибо особенным сестрам. Они вытащили наши вещи, мокрые, грязные, и постирали, погладили, заштопали. И в последствии я получала не один мешок с вкусно пахнущими вещами в идеальном состоянии, как с магазина. Слава Богу, что есть такие люди, которые умеют делать добрые дела. Были и такие, которые стирали подушки, одеяло, привозили продукты по разным адресам, где мы жили. Благодарим семью, предоставившую свою квартирку для наших старших девочек. Благодарим тех, кто звонил, предлагая свое жилье и разные услуги. Благодарим брата, который ответственно занимается доставкой материалов и инструментов. Большое спасибо многим братьям, помогающим своими машинами, не жалея бензина и времени. Благодарим тех, кто отдал нам свою бытовую технику и много вещей. Администрация города тоже помогла, чем смогла. И особенно сердечно благодарим за материальную помощь. Это церкви нашей области, разных городов, дальних и ближних, и церкви некоторых стран, отдельных людей, которые нас совсем не знают, а жертвуют много. И много-много просто добрых людей слали каждый день переводы. Это неравнодушные люди, близкие, дальние, друзья и родственники, знакомые и незнакомые, соседи, школы, сады, которые посещают наши дети. В итоге оказалось много-много добрых, сострадательных людей. Благодаря им получилось много-много хорошая сумма, которая расходуется на строительные материалы, инструменты и продукты питания. Кстати, это очень важный материал настройки. Сильно благодарим вас за копеечки и тысячи. Самый маленький перевод был от неизвестного лица 80 рублей, и он оказался очень важным. Особую благодарность выражаем трем семьям-труженикам. Они самостоятельно проявили инициативу строительства нашего дома, сделали профессиональный проект и точный расчет строительных материалов, оставили свои дела и ответственно отнеслись к делу. Друзья жертвовали своими выходными и отпуском, и по Божьей милости мы с детьми, родственниками и друзьями начали строить новый большой дом. Возводились высокие стены, появлялись перекрытия, вырезали проемы для окон, закладывали утеплитель, вставляли окна и тщательно накрывали крышу. Очень долгим и корпотливым трудом оказался фасад, но и его одолели. Моему мужу совсем нелегко пришлось. Нужно было все и всех организовать. Даже обеды приходилось самому организовывать, выслушать все мнения и все советы, и принять правильные решения. С утра развозил детей по садикам, они у нас в разные сады ходили, и на стройку работать, работать, и так без выходных. Благодаря такому усилию в настоящее время домик наш красиво уже стоит, хотя внутри еще очень много работы. Надеемся на дальнейшую Божью милость. Очень хочется вернуться в свой родной дом. И так, большое спасибо всем, кто трудился, и особенно, кто молился за нас. Огромное спасибо. Спасибо.